Нам открыты все маршруты! С добрым утром, малыши! Сегодня у нас в гостях... Ой, нет у нас никого! А где же они? Я не знаю! Похоже, программа отменяется! Нет, нет, нет! Ничего не отменяется, мы тут! Всем привет! Как хорошо, что вы пришли! Ура! Ребята, знакомьтесь! Сегодня у нас в гостях группа Мэйна! Мария Кострыба и Родион Новиков Извините за опоздание Мы просто немного задержались Это все из-за дорожных пробок А, ну понятно, пробки Они и правда очень непредсказуемы Да, вот бы придумать Как в них не попадать Я думаю, что надо ездить На тех транспортных средствах На которых ну никак нельзя попасть в пробки Это же на каких? На самолете, что ли? Не обязательно Можно и на паровозе Кстати, очень интересное средство передвижения Хотите? Мы вам про него споем О, спрашивайте! Конечно, хотим! Товарные клубейные вагоны Он за собой уверенно везет На станциях и даже на перронах Путком в дорогу дальнюю заберем Пара-пара-парамоз Он в воздух своих колес Едет, пританцовывая на моря Пара-пара-парамоз Парамоз С ветерком меня привез Дивные и шаркие края Пара-пара-парамоз Он в воздух своих колес Едет, пританцовывая на моря Пара-пара-парамоз С ветерком меня привез Дивные и шаркие края По лесам и по шпалам днем и ночью В дожди мороз и даже летний сной А там один без отпуска И, между прочим, без выходных Спешит скорей за мной Пара-пара-парамоз Он в воздух своих колес Едет, пританцовывая на моря Пара-пара-парамоз С ветерком меня привез Дивные и шаркие края Пара-пара-парамоз Пара-пара-парамоз Он в воздух своих колес Едет, пританцовывая на моря Пара-пара-парамоз С ветерком меня привез Дивные и шаркие края БРА-пара-пара-параа Браво, браво Хэхэ, хотел бы и я Прокатиться на паровозе в теплые края Думаю, было бы весело Хрюша, паровоз Это очень простое Обычное транспортное средство Я бы с удовольствием прокатился На чем-нибудь Сказочном Ааа, точно Точно, точно. Ребята, а вы знаете, на каких транспортных средствах передвигались сказки? Конечно, знаем. Мы же читали сказки. Угу, читали. А может быть, проверим ваши знания, а? Давайте. И сделаем мы это с помощью нашей игры. Сейчас расскажу, что нужно делать. Мне кажется, я уже знаю. Мы должны будем их нарисовать? Нет, нет. С чего ты взяла? Да. Мне кажется, Маша так подумала, потому что вы мольберт подготовили. Да нет, ребята. Мольберт и магнитная доска нам нужны совсем для другого. Крюша, рассказывай. Итак, мы с Антоном будем задавать вам вопросы в рассказочный транспорт. За каждый правильный ответ будете получать одну деталь пазла. Когда вопросы закончатся, нужно будет все фрагменты собрать в единую картинку. Понятно? Да. Что ж, тогда держите магнитную доску. Пожалуйста. И приготовьтесь отгадывать загадки. Кстати, как только вы соберете пазл, вы увидите еще одно сказочное транспортное средство. Ваша задача сказать, кому оно принадлежит и назвать сказку. Правило ясное? Да. Поехали. Первый вопрос. На чем Емеля отправился к царю? На печке. Держите, это правильный ответ. Отлично. Второй вопрос. На каком транспортном средстве Золушка отправилась на бал? На карете. На карете. На карете тыкни. Пожалуйста. На карете. Да, супер. Мой вопрос такой. С помощью чего летала Мэри Попперс? С помощью зонтика и ветра. С помощью зонтика и ветра. Молодцы, держите. А на каком транспортном средстве Герда добиралась до севера? На Лени. Пожалуйста. На чем Буратино удрал из харчевни трепескаря? На петухе. Правильно. Ну что ж, и последний наш вопрос. Надеюсь, вы справитесь. На чем сын царя Салтана плавал по бурному морю-океану? На бочке. На бочке. А точнее, в бочке. Держите. Ну что ж, все пазлы я уже отдал. Мне кажется, пора приступать собирать эти пазлы. Пора. Поехали. Да, наш пазл не такой сложный. Не тысячи единиц. Да, крупный, но все равно надо подумать. Да. А теперь давайте мне магнитную доску. Что это за транспортные средства? Корректно. И кто на этом транспортном средстве добирался? Куда? Давайте поразмышляем. На кого похожи эти кони? На огурец. На огурцы. А это на что похоже? На яблоко. Ну или на что-то другое, да? Не знаю. На тыкву, да? На тыкву. Ну вот смотрите. Включаем логику и вспоминаем сказку. Перед вами фактически овощи. А где, в какой сказке овощи были главными персонажами? Чиполина. Чиполина, точно! Все верно! Да, именно в такой карете и разъезжал сеньор Помидор. Ребята, вы отлично разбираетесь в транспорте. Да, и не только в сказочном. Спасибо, что пришли сегодня в гости. С вами весело, ребята. С вами тоже. Спасибо за приглашение. Приходите почаще. У нас еще очень много веселых конкурсов. А у нас много хороших песен. Поэтому мы обязательно приедем еще раз. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Карусель. Не переключайтесь. С добрым утром, малыши!